День России собрал магаданцев на территории дружбы. В этом году его участники не смогли встретиться, рассказать о традициях и угостить горожан. Поэтому фестиваль провели в онлайн формате. Общественные организации записали видеообращение, раскрыли секреты приготовления своих национальных блюд. А армяне приготовили самое популярное блюдо отпускного сезона, которому уже более двух тысяч лет – шашлык. Лук желядина красного цвета, красный лук называется, поэтому у них вкус вообще другой получается. И все, приятного аппетита будет всем. В Магадане живут представители более 30 национальностей. Кроме русских, больше всего в городе украинцев, эвенов и татаров. Последние делятся секретами приготовления восточных сладостей. Говорят, чак-чак нужно готовить с семьей. Согласно традиции, незамужние девушки раскатывают и режут тесто. А те, кто замужем, его жарят. Чтобы щак-чак готовить, яйца в заморозку кидают. Она там сутки должна лежать. Еще одно знаменитое и популярное блюдо в городе – хачапури – так называют грузинский хлеб с творогом. 9 лет назад власти Грузии оформили на хачапури патент. Перед отправкой не забываем середину сделать небольшую дырочку для того, чтобы хачапури не надувался. И, конечно, в День России не остались в стороне русские. Наше любимое лакомство по бабушкиному рецепту представила городская общественная организация «Молодежный меридиан». Остался один ингредиент, который мы еще не использовали – это растительное масло. Зачем оно нужно? Ну, нужно, чтобы блины не приставали к сковородке. Поэтому мы добавляем его в тесто, все опять же размешиваем и начинаем выпекать наши замечательные блинчики. С секретами своих национальных блюд в День России поделились также украинцы, немцы, буряты, представители малочисленных народов Севера. Выпуск «Территории дружбы» можно посмотреть на YouTube-канале МТК-видео. Субтитры создавал DimaTorzok